Дайджест недвижимости На 3% в сравнении с маем прошлого года выросло и количество выданных ипотечных кредитов. Банки оформили более 43 тысяч договоров на общую сумму свыше 77 миллиардов рублей. Напомню, по прогнозам экспертов Агентства ипотечного жилищного кредитования, россияне по итогам 2017 года оформят более миллиона ипотечных кредитов на 1 триллион 800 миллиардов рублей. А ставка по ипотеке уже к концу года упадет до уровня ниже 10%. Дайджест недвижимости Мэрия одобрила проект планировки территории на месте завода Крин. Соответствующее распоряжение размещено на сайте администрации города. В бывшем заводском квартале планируется возвести порядка 30 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и оборудовать более 300 машин и мест. Строительством займется фирма «Маяковская». Как сообщал ранее в нашем эфире гендиректор Маяковской Дмитрий Сергеев, на первом этапе будет возведен четырехсекционный девятиэтажный дом. В 2018 году начнется строительство пятисекционного девятиэтажного дома с детским садом на 50 мест. Еще одна пятисекционная девятиэтажка будет возводиться в 2020 году. Дайджест недвижимости Новая школа на тысячу мест и школа искусств для 300 учащихся появится в юго-западном районе города. Их возведут по адресу Воровского, 124. В районе пересечения с улицы Ульяновской сообщают в администрации Кирова. В мэрии начались общественные слушания по проекту планировки и межевания участка. Как рассказала главный архитектор проекта Татьяна Карповская, территория расположена рядом с планируемым продолжением улицы Воровского. Школа будет ориентирована на строящиеся жилые микрорайоны к северу от участка, в районе улицы Московской, уточняет Айкира Фру. Проект общеобразовательной школы аналогичен тому, по которому построена школа в микрорайоне Зиновы и строится в микрорайоне Урванцево. Ознакомиться с документацией и оставить свои замечания и предложения можно в кабинете номер 139 администрации Кирова. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.